Друзья, всем привет! Сегодняшний ролик на тему, как я обещала, сравнение Амазона Handmade и Etsy. Сначала мы рассмотрим статистику, потом мы посмотрим стоимость этих двух маркетплейсов, потом посмотрим на листинги, как легко и вообще все, что связано с их выставлением. И четыре категории — это реклама, платежи, категории и регистрация, насколько это легкий процесс или нет, это я оставляю для платной версии. Я специально оставила все старые ролики, то есть их там почти что 500 штук, для вас как свою визитную карточку, как рекламу, чтобы вы поняли и оценили, насколько важен этот контент. Если вы действительно считаете, что он помогает, что он важен и нужен, тогда я очень прошу вас, советую вам это подписаться на платный контент, потому что многие те старые ролики, во-первых, они устарели, а во-вторых, если вам вообще нравится такой контент, я буду все больше и больше переводить этот канал на платную версию. То есть какую-то часть буду давать бесплатно в качестве рекламы и завлекалочки, но вот самое интересное и самое важное для продавцов буду давать в платной версии. Я вам сразу покажу статистику этих двух маркетплейсов, потому что она, ну, скажем так, сильно-сильно отличается. Значит, давайте возьмем сначала статистику Эдси. 45 миллионов товаров, 7,5, сейчас даже уже говорят и 8 миллионов продавцов, 96 миллионов, 96,1 миллионов покупателей, 81% приблизительно это женщины, причем среднего возраста, от 25 до 40 лет, и остальные 20%, ну, или там, 19% это мужчины, но сейчас их становится все больше и больше. Вот совсем недавно видела рекламу по телевизору Эдси, и в рекламе были мужчины, которые покупали товары. Ну, в общем, понятно, что Эдси очень-очень сейчас стремится, пытается продвинуть товары для мужчин. Итак, вот такая вот замечательная статистика. Эдси — это маркетплейс исключительно для товаров хендмейт и товаров винтажных, и он стал таким известен в Америке и вообще по всему миру, поэтому если человек изначально хочет купить какой-то хендмейт, первым делом он пойдет на Эдси. Это вот, ну, как бы такой маркетплейс номер один. Он не пойдет ни на Ибэй, ни Амазон, ни на Меркари или куда-то там, Бананзу, куда-то еще, а первым делом он пойдет на Эдси. Винтажные товары? Эээ, я бы не сказала, что так много на Эдси. Все-таки винтаж — это больше, знаете, там, Паши, Бэй, ну, в общем, какие-то другие маркетплейсы, в основном и Бэй, конечно, для винтажа и антиквариата. Но Эдси — это номер один, еще раз продолжает оставаться маркетплейс для хендмейта, то есть вот с такой целевой аудиторией постоянно, растущей, 96 миллионов человек, да? И это статистика по Эдси. Теперь, статистика Amazon Handmade, она совершенно другая, потому что Amazon не показывает статистику по Amazon Handmade'у и не показывал три года назад, и не показывает сейчас. Всю информацию, которую я смогла найти по Amazon Handmade'у три года назад, я выложила в ролике. Вот, пожалуйста, он бесплатный, вот тут вот, пожалуйста, посмотрите его. Значит, это ролик, по большей степени я его сейчас пересмотрела, он актуальный. Там есть некоторые моменты, которые поменялись, конечно, все-таки три года прошло. Но, например, один из этих очень важных моментов, который, да, поменялся, это то, что теперь товары Amazon Handmade' видны в общем поиске. Ну, туда тоже не так просто попасть. Об этом поговорим еще. Но, в принципе, если вы добились своего, да, получили там определенный рейтинг продажи, то вы можете выйти в общие результаты поиска. И это, конечно, потрясающе. Почему? Потому что, давайте посмотрим статистику Амазона. 213 миллионов посещений в месяц. 65% населения американского заходит на Amazon, по крайней мере, один раз в месяц. Представляете? Amazon – это пятый самый популярный сайт вообще во всем мире. Пятый – это значит, что на первом месте у нас YouTube, потом Twitter, потом Facebook, потом Wikipedia и потом Amazon. И, конечно, ни один маркетплейс по количеству покупателей с ним сравниться не может. О чем это говорит? Это говорит о том, что продавая на Amazon, особенно выходя в общем поиске, да, просто колоссальный, массивный потенциал продаж. Если вы производите или хотите производить большое количество товаров, да, и продавать его, то вот Amazon, он, ну, там можно продавать просто огромное количество вещей, неограниченное количество, потому что покупателей там очень-очень много. Продажи на Амазоне превышают 300 миллиардов долларов в год. Такая вот есть маленькая статистика, которую выпускает Amazon по Amazon Handmade, что 61% продавцов продают Handmade больше, чем на 1000 долларов в месяц. Мне как бы казалось бы, что это немножко странно. Почему так мало? Ведь если всего продажа 300 миллиардов в год, 61%, еще раз думайтесь, продают больше, чем 1000 долларов в месяц. И это их не прибыль, это их доход. То есть какой-то мелкий маркетплейс получается, да? Ну, я имею в виду Handmade по сравнению со всем Амазоном. Jungle Scout говорит, что маржа у 30% продавцов превышает 20%. А вообще всего продавцов на Амазоне 2,5 миллиона. Кстати, это очень интересно, что при таком огромном объеме продаж количество продавцов в три раза меньше, чем на Etsy. То есть на Etsy было там 7,5 миллионов, сейчас уже, наверное, около 8 миллионов, а на Амазоне всего лишь 2,5 миллиона. И это количество, кстати, не увеличивается. Поговорим об этом. Почему вот такое низкое количество продавцов? Потому что продавать на Амазон и на Handmade, и вообще на Амазоне очень тяжело. По поводу общей статистики, последнее, что мне удалось достать, это то, что в сентябре 2020 года их продажи были больше, чем миллион долларов в год. Я имею в виду только Амазон Handmade. Публика на Амазоне одинаковая, от 19 до 44 лет, среднее количество, и мужчины и женщины в одинаковой пропорции. Значит, небольшой анализ разницы между Амазон Handmade и Etsy. Значит, как я уже сказала, что Etsy, значит, это маркетплейс для хендмейдеров. Амазон таким маркетплейсом не является. Что это значит? Это значит, что вот все эти 300 миллионов человек, 213 миллионов посещений, значит, это люди, которые обычно идут на Амазон. Зачем? Вот зачем они туда идут? Они туда идут по трем причинам. Первая причина – это низкая цена. Вторая – это быстрая доставка. И третья – это то, что они могут вернуть этот товар очень удобно в любое время. И буквально у каждого человека есть Whole Foods рядом с домом или UPS, и бесплатно можно сбросить туда товар, даже без упаковки. Они его примут, чик тебе на телефоне, и приняли возврат. Вот прям вот так. И вот ничего не надо объяснять, и ничего говорить, не понравилось, на слое ниже цену, не важно. Амазон принимает товар обратно. Знаете, как это классно с точки зрения покупателя? Как избаловал Амазон всех покупателей. То есть, если ваши покупатели на Etsy начинают, что за такое, вот, скорее всего, они избалованы Амазоном. Понимаете? То есть, каждый товар приходит очень быстро. Если ты сделал одну покупку сегодня, другую покупку через несколько часов. Первая покупка уже отправилась. И я, например, заказала какие-нибудь маленькие салфеточки, они мне пришли в отдельные упаковочки. А завтра я заказала что-то еще, оно мне пришло опять в отдельные упаковочки. О каком спасении окружающей среды или экологии вообще может идти речь? То есть, тут огромное количество трат, материалов, упаковки, всего. Все это делает, конечно, Амазон FBA. Но мы используем, ну, короче говоря, это другой тип покупателя. Это покупатели, которые не будут ждать две недели на производство товара, которые хотят его прямо сейчас, хотят его на прайме. Прайм – это значит в течение одного-двух дней. Очень часто я, например, получаю посылки в течение одного дня. Мне, например, нужно что-то. Ну, прямо вот сегодня нужно. Ну, по какой-то причине. Там, не знаю, молоко, например. Но у меня нет времени пойти в магазин. Я заказываю на Амазоне. В течение двух часов молоко стоит у меня. Ну, короче, вот такого типа покупателя покупают на Амазоне. Значит, если вы выходите на Амазон со своим товаром хендмейт, то этот товар должен быть доступен очень быстро. Его нужно вам будет отправить туда, на Амазон, на FBA-центр. Что это значит отправить? Во-первых, у вас нужно, чтобы было достаточное количество, которое можно отправить. Во-вторых, как вы только его отправите туда, вы его больше в других местах продавать не сможете. Правильно? То есть вы его отправили туда и только туда, и он у вас там лежит. Ну, это как бы немножко ограничивает ваши возможности как продавца, правильно? Может, вы и на Эдсе хотите продавать или еще где-то. Ну, в общем, понимаете, да? Большое количество. Отправляем на FBA. Там они лежат. И там они продаются. Значит, по поводу стоимости сейчас поговорим, сравним эти вещи. Вот. Но еще нужно иметь в виду, что 60% продаж на Эдсе происходит от, так они называют, third-party sellers. Это третьи продавцы, другие продавцы, кроме Амазона. О чем это говорит? Что 40% продает сам Амазон. Амазон – это не только маркетплейс. Амазон – это продавец, который чаще всего дает самую быструю доставку и самую дешевую цену. И выбирает самые классные товары. Короче, вы, когда выходите со своим хендмейдом, вы не только конкурируете с Китаем там и вообще, а вы еще конкурируете самым большим образом с самим Амазоном. Вот это то, что бесит продавцов больше всего. Конечно, Амазон продвигает в первую очередь Амазон. Да, ну, естественно. И сейчас мы говорим вообще об общем Амазоне, не специфически, а хендмейд. Потому что, чтобы найти там хендмейд, списки, специально туда пойти, ну, это люди не делают. Они просто пойдут на Etsy и будут покупать там. То есть, тут с этим, я думаю, что все понятно. То есть, если я имею в виду, ваш товар выходит в общем поиске, и кто-то увидит, что это хендмейд, что это ручная работа, обычно покупатель на Амазон не будет это ценить. Я вот раньше в роликах говорила, мне кажется, что это я мало даже говорила, еще раз скажу, это очень важно понимать всем людям, что каждая вещь, практически каждая вещь, имеет эквивалент китайского ширпотреба за 5 долларов. И та же самая вещь, практически идентичная, может продаваться и быть хендмейдом, и продаваться в 3, 4, в 10, в 20 раз дороже. Почему это происходит? И как бы люди говорят, ну что я буду вот такую шапочку делать, и вот там завалено, да, все из Китая, или что я такое украшение буду делать, его тоже полно, да, и все это по 5 долларов. Вот это неправильный менталитет. Потому что мы видим, практика, она просто противоречит этому. На каждый товар есть эквивалент Китая, да. Вот я вам показывала недавно, снимала ролик про дерево, и там вот эти вот подставочки деревянные. Ну, один сплошной Китай там. Ну, что, это значит, что своими руками нельзя сделать такую подставку, ее продать? Неправда, можно. Почему? Потому что есть люди, их очень много, которые хотят купить только ручную работу. И вы можете производить конкурентоспособные товары по цене ниже, чем 50 долларов. Вы можете производить их в таком количестве, чтобы поставлять на склад Амазона, ФБА, и вы хотите продавать большие объемы, то Амазон Хендмейд это прям то самое место. Окей, так, это насчет статистики. Итак, переходим к следующему пункту. Это стоимость. На Эдсе цена. Это 20 центов за каждый листинг, который действует на 4 месяца. То есть, если ваш товар продался, то один раз у вас возьмется 20 центов, я имею в виду в течение 4 месяцев. Если нет, то с вас продолжают брать эти 20 центов за следующие 4 месяца, за каждый листинг и за каждый товар в этом листинге тоже. Ну, в смысле, по мере продажи. Дальше у нас есть процент комиссии после продажи, 6,5%. Кстати, я сейчас не хочу так вот ни в какие детали вдаваться, потому что вот совсем недавно сняла ролик по стоимости на Эдсе. Пожалуйста, посмотрите его. Вот он тут. Значит, сколько стоит Эдсе. И там все это в деталях, в подробностях. И последние стоимости, которые вам, наверное, нужно знать, пока вы о ней не знаете, потому что вы не принимаете Эдси Payments, но как только, вот в ближайшее время, не знаю когда, но в ближайшее время, когда Эдси включит Украину и вы сможете принимать Эдси Payments, то вы будете платить 3,5% после продажи на Эдси Payments и 25 центов за каждый проведенный платеж. Еще на Эдсе есть такая возможность заплатить за Эдси Плюс. Эдси Плюс стоит 10 долларов в месяц. И там есть дополнительные интересные фишки, например, кредиты на рекламу, вам дается несколько, там, 3 баннера, плюс вы можете выводить какие-то товары в Featured Listings, ну, то есть показывать их в первую очередь покупателю. Ну, в общем, там есть такие интересные, хорошие штучки, там большой процент скидка на ваш домейн, если вы хотите создать свой собственный сайт. В общем, Эдси Плюс – это интересная такая штука, но не обязательно. Опять-таки все подробности об этом в том ролике про сколько стоит комиссия и вообще сколько стоит Эдси. Значит, для того, чтобы стать продавцом на Amazon Handmade, нужно купить их профессиональный план. Он стоит 39,99, ну, короче, 40 баксов в месяц, который для хендмейдеров, они дают вам его бесплатно. То есть вы его вначале заплатите, но когда вы пройдете верификацию, и они увидят, что вы именно подаете, чтобы стать продавцом Amazon Handmade, то вам эту сумму отдадут обратно. Вот что, собственно, замечательно. И все, что вы заплатите – это 15% комиссию после продажи. За выставление листингов – ничего, это бесплатно. Количество листингов – неограничено. Это все на Amazon Handmade, это все одни сплошные плюсы. То есть у нас есть 15%, что, в принципе, достаточно дорого. Это, ну, чуть-чуть сейчас уже стало дороже eBay, да, но по сравнению с Etsy это намного дороже, правильно? 15% вы должны будете отдать, но с другой стороны никаких больше скрыток комиссий, никаких стоимости за листинги – это все плюсы, правильно? Никаких ограничений в количестве листингов, сколько хотите выставляете, пожалуйста, только 15% после продажи. И все. Что очень важно по поводу листингов – это то, что заполнять эти листинги на Etsy – это вот одно сплошное удовольствие. Очень интуитивно, очень просто. Я заполняла, делала несколько листингов, сравнивала как на eBay, как на Etsy. Etsy просто чемпион, да, по сравнению с Amazon, да. Вот. Ну, в общем, короче, это огромный плюс Etsy, что листинги выставлять очень просто и интуитивно. И также не требуется UPC-код. Ну, для хендмейдеров это вообще не актуально. UPC-код – это такой код, который дается на товары, которые производятся в большом количестве, и с помощью этого кода их очень легко найти, распознать. В общем, этот UPC-код не нужен для Etsy. Теперь давайте посмотрим на Amazon. То же самое сразу скажу, что UPC-код для хендмейдеров тоже не нужен. Ну, это по сравнению с тем, что для других продавцов Амазона он нужен на все товары, да, а для хендмейда не нужен. Значит, листинги заполнять очень трудно. Процесс неинтуитивный, непростой. И, ну, в общем, многие продавцы жалуются на это. Я прямо вот сама читала отзывы многих людей, которые говорят, что Amazon хендмейд просто ужасно. Ну, то есть он не специально не подстроен для товаров хендмейд. Очень трудно там показать, прорекламировать вот именно ту составляющую, что это товар хендмейд. И неинтуитивно, ну, короче говоря, непрост. Но, с другой стороны, это бесплатно. И еще интересная такая вещь, что на эти листинги никогда не истекает срок годности. То есть они всегда живые. Еще раз огромное спасибо за вашу поддержку и за то, что вы цените мой труд. И я очень надеюсь, что эти ролики действительно помогают вам и будут продолжать помогать в росте вашего бизнеса, вашей торговли. Если вы еще не зарегистрировались на оплатную версию, вы хотите посмотреть конец этого ролика, а также другие ролики, уже я, ну, постепенно все больше и больше пополняю там коллекции с новостями, как продавать вторично, то есть наращивать повторные продажи лояльных покупателей. Как это сделать? Нужно внизу нажать кнопочку «Спонсировать». Или по-английски называется «Join». И только она работает вот из тех стран, которые я знаю, это в Америке, в Украине, а в Молдавии, в Грузии, там, например, в Узбекистане эта кнопка не работает. Ее можно получить только, если зайти в YouTube из какого-то другого IP. Большое спасибо за ваше внимание и за вашу поддержку еще раз. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!